К эфиру «Фридома» присоединяется журналист, автор проекта «Бюро» Денис Чередов. Денис, здравствуйте. Да, приветствую вас, коллеги. Денис, расскажите, пожалуйста, какой была реакция делегации на выступление Владимира Зеленского? Ну, вообще, хочу сказать прежде всего об эмоциональной составляющей, об эмоциях, которые царят сейчас на 77-й Генассамблее ООН. Сразу после выступления украинского президента Владимира Зеленского практически все участники и представители различных делегаций встали и аплодировали Владимиру Зеленскому. Это было очень, на самом деле, важно. Вообще, здесь главные темы, которые обсуждают сегодня, это, естественно, немедленное прекращение войны в Украине и немедленная остановка российских властей и немедленная остановка вторжения России в Украину. Конечно же, в основном все делегации, практически 80%, поддержали слова Зеленскому, но все так или иначе осталось в кулуарах и на словах. Никаких конкретных действий по поводу того, как же изменить статус России как постоянного представителя ООН в Совете Безопасности, здесь до сих пор не обсуждают. Самое важное, что сегодня отмечают и американские издания, и здесь многие западные делегации, в том, что и Зеленский, и Джо Байден, который тоже выступил здесь с специальной речью, они во многом говорили одинаковые вещи, прежде всего говорили о ядерной угрозе, о том, что необходимо российской власти сегодня остановить военные преступления на территории Украины. Но, опять же, повторюсь, что никаких заявлений от каких-то делегаций по поводу постоянного представительства России в Совете ООН до сих пор нет. Денис, вот еще интересует информация. Владимир Зеленский также в своей речи призывал лишить Россию права Ветову ООН, об этом говорил и Эммануэль Макрон. Кроме того, на полях саммита говорили о реформировании Совета Безопасности ООН. Кто поддержал и кто был категорически против этих изменений? Здесь очень важно отметить, прежде всего, это внимание, которое было приковано к заявлению Джо Байдена на Генассамблее ООН. Он неоднократно сказал о том, что сегодня Россия в очередной раз угрожает применением ядерного оружия, угрожает не только Украине, а всему миру. Это нужно остановить, и это на самом деле очень страшно. И Джо Байден как раз и сказал о том, что одна из стран-участниц, постоянных представительниц в Генассамблее ООН и в Совбезе ООН, это Россия, объявляет сегодня об угрозах, о ядерных угрозах. Конечно же, такого быть не должно. Но после этого выступления, оно было тоже выступление Джо Байдена очень яркое, никаких в дальнейшем официальных комментариев по поводу того, изменится ли статус Россия в ООН, или нужно ли реформировать эту международную организацию, опять же, не было. Но я напомню, что у России есть право вето, о котором сегодня тоже все говорят. И вот здесь вот об этом спорят, в кулуарах обсуждают, но, опять же, конкретных действий никто не предпринимает. По крайней мере, вот пока такой информации нет. В то же время все говорят о том, что это международная площадка, которая прежде всего призывает к миру и порядку во всем мире. А так получается, что российские власти во главе с президентом Путиным сегодня объявили войну Украине и показывают свое вторжение в Украине. Однако здесь, опять же, многие эксперты и многие представители делегаций, прежде всего западных делегаций, говорят о том, что Россия сегодня потерпела поражение. И поэтому сейчас Путин делает все возможное, чтобы каким-то образом изменить ситуацию. Но здесь большинство людей уверены, что у него вряд ли это получится, и что войну Россия уже проиграла. Денис, а уточните, пожалуйста, ведь в Нью-Йорке находится сейчас и российская делегация. Как себя ведут представители России в ООН, и какая в целом царит атмосфера на 77-й Генассамблее? Вы знаете, здесь многие журналисты сразу же обратили внимание, когда увидели в здании Организации Объединенных Наций российскую делегацию во главе с Лавровым. Здесь же сразу заявили, что некоторым людям даже не дали визы, чтобы приехать сюда. Я имею в виду из участников российской делегации. Вообще Лавров чувствовал себя достаточно хорошо, при поднятом настроении. Это отметили многие. Правда, вот с какими непосредственно западными партнерами он будет встречаться, непонятно. Все-таки в числе большинства делегаций это так называемые недружественные страны по отношению к России. Но Россия сама все сделала, об этом здесь заявили и американские журналисты. Сегодня я разговаривал с журналистами New York Times. Они сказали о том, что как вообще так получилось, что Сергей Лавров сегодня вместе с российской делегацией прибыл в Нью-Йорк накануне. Потому что до последнего непонятно было, дадут ли им американские визы, но это произошло. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова раздает здесь интервью пропагандистским телеканалам. Накануне она даже включалась в прямой эфир к пропагандисту Соловьеву, программа Соловьев Live. И там говорила о том, что выступление президента Байдена было неприличным. Не знаю, что конкретно имела в виду Мария Захарова. Но так или иначе, именно желание пообщаться среди американских журналистов ни с Лавровым, ни с Захаровым, ни с другими представителями российской делегации в принципе нет. Вообще хочу сказать, что сам Лавров должен все-таки выступить со своим заявлением. Это должно произойти 24 сентября, если не изменятся планы. Вообще еще хочу добавить, что многие страны, участницы Генассамблей ООН, конечно же, передают слова поддержки Украине. И прежде всего здесь хочу отметить встречу Джо Байдена и премьера-министра Великобритании, которая заявила, что всячески будет продолжать поддерживать Украину как финансово, так и доставлять вооружение, которое будет необходимо для победы. И, конечно, отдельный вопрос был про мобилизацию. Если у нас есть время, тоже могу коротко сказать. Да, есть минута, Денис. Да, это очень интересный вопрос, который касается мобилизации, частично мобилизации. Это официально так звучит в России, которая была объявлена накануне. Конечно же, здесь страны-участники на это обратили внимание и назвали все это, цитата, актом и шагом отчаяния Путина. Говоря о том, что Путин сейчас не знает, что делать, российские власти терпят поражение в Украине. И теперь последний шаг, который остается, это объявить мобилизацию в стране, а также начать говорить о ядерных угрозах. Вот это, наверное, самое главное, то, что здесь сейчас отмечают. Отчаяния, выхода нет, поэтому Путин идет сейчас на такие акты и на такие шаги. Ну и сами, конечно же, наверняка ваши зрители и подписчики видели, как проходили акции протеста, которые прошли по нескольким городам российским против этой мобилизации. И мы знаем, что это частичная мобилизация, это формально. На самом деле сегодня призвать на войну убивать украинцев могут любого россиянина, который является военно обязанным. И вот, конечно, будем ждать здесь еще каких-то реакций. Самое важное, что хотелось бы отметить, вот, например, по поводу реформирования самой структуры ООН и исключения России из постоянного представительства Совбеза ООН. Здесь вот такую сдержанную позицию, как обычно, придерживается сдержанной позиции Китай. Я напомню, что одно время он поддерживал Россию, потом просто представители Китая молчали. И вот, скорее всего, категорически против изменений в реформировании ООН. Это будут Китай, ну и, конечно же, Россия. Да, Денис, спасибо вам огромное за то, что смогли рассказать, что сейчас происходит на полях сессии 77-й сессии Генассамблеи ООН. Денис Чередов, журналист из Нью-Йорка, был с нами в прямом эфире Freedom. Денис Чередов, журналист из Нью-Йорка.